Однако в Linux не любят сложных решений, поэтому создать архив на самом деле можно и с пользой одной командой. Давайте рассмотрим ее. Это все та же команда tar, однако добавляется опция "-z", которая отвечает как раз за сжать архива при помощи архиватора xzip. Распаковать архив также можно всего в одну строчку. Для этого вместо опции c мы указываем опцию x, которая отвечает за экстракт, распаковку архива. Если у нас архив просто .tar, то "-xvf", или "-vxf". Если же он запакован уже с использованием архиватора xzip, то надо добавить опцию z. Ее также можно перемещать. Главное помнить, что опция f должна идти в самом конце. И, наконец, кроме архиватора xzip, есть еще один популярный на Linux архиватор, он называется bzip. Команды для работы с ним практически аналогичны архиватору xzip. Единственное, что вместо zip мы пишем zip2, вместо ganzip пишем banzip2. И расширение файлов будет .bz2. Tar также умеет работать с этим архиватором, только опция z меняется на опцию j. Файлы из текущей папки в архив .bz2 выполняем простую команду. Tar-c для создания архива, v для вывода на экран всякой информации полезной, j для использования архиватора именно bzip и, наконец, f, чтобы указать, что создавать файл будем на файловой системе. Указываю имя архива. И звездочка для того, чтобы упаковать туда все файлы. Видим, что все файлы запакованы. И у нас появился архив .tar.bz2. Теперь можем создать какую-нибудь временную директорию, переместить туда архив и потренироваться в распаковке его. Так, у нас есть только этот архив. Указываем почти ту же самую команду. Единственное, что вместо опции c надо указать опцию x для распаковки. И убрать звездочку, потому что распаковывать мы будем конкретно этот один архивный файл. Все файлы распакованы. Архив также остался на месте. Мы научились работать с тремя архиваторами. zip, zip и bzip2. Это не единственные возможные архиваторы, но они одни из наиболее популярных. Чтобы закрепить полученные знания, пройдите несколько простых заданий.